Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Как всегда, мы благодарим вас за ваше внимание и за вашу поддержку. И также не забывайте это видео поддержать вашим лайком, подпиской на канал. Кто еще не с нами, друзья, присоединяйтесь, и нас будет еще больше. Те, кто думает, размышляет над всем тем, что происходит вокруг нас, и в целом, как оно влияет на нашу с вами жизнь. Сегодня также нам в этом разговоре поможет Виталий Дикий. Виталий, здравствуйте, рад видеть. Добрый день! Здравствуйте, уважаемые зрители! Спасибо, Эдуард, за приглашение. Спасибо вам за согласие. И, друзья, я сразу напомню, у Виталия также есть свой YouTube-канал. Мы приглашаем вас. Как говорят, вам несложно, Виталию будет приятно. Дикий лайф он называется. Я знаю, что Виталий всегда говорит добро пожаловать новым зрителям, поэтому мы приглашаем вас, и ссылочку вы найдете в описании к этому видео. Виталий, а мы начнем с довольно интересной информации. Кто-то говорит, да это вкид, да нет, да это вот зрада. Но все-таки об этом говорят на Западе. Запад может начать подталкивать Украину к переговорам с фиксацией за Российской Федерацией захваченных территорий уже в этом году, пишет «Политико» со ссылкой на источники. Когда некоторых европейских дипломатов попросили описать оптимальный исход для Украины в наступающем году, они говорили о стабилизации конфликта. На вопрос о том, что это повлечет за собой, дипломаты заявили, что это будет означать подталкивание Киева к началу переговоров с Путиным, чтобы заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные приобретения в обмен на западные гарантии безопасности. Ну и также добавляют, что отдельные группы на Западе надеются вернуться к обычному бизнесу с Россией вскоре после гипотетического замораживания войны. Этим не объясняется, в частности, нежелание конфисковывать российские активы. Запад не отказался от Украины, ну в принципе можно сделать вывод, Запад не отказался от России. Но его преобладающее внимание к управлению рисками свидетельствует о желании свести на нет конфликт и заключить сделку с Путиным, если это возможно. И лучше раньше, чем позже. Вопрос, нависающий над конфликтом, заключается в том, чтобы предотвратить подхода к катастрофе или то, что приведет к чему-то худшему, резюмирует газета. Виталий, после этих заявлений возникает логичный вопрос. Если такое действительно произойдет, и в принципе мы такие подобные разговоры слышим неоднократно. По вашему мнению, Запад тогда будет подталкивать нас, как говорят в Украине, на зраду все-таки? Или это возможно решение вопроса? Ну, честно говоря, меня совершенно не удивила эта мысль, которую продвигает политик. Системно политик этим занимается. Они постоянно говорят о том, что у них там источники очень важные, а высокие чины в разных как бы слоях иностранных государств. Я говорю о правительствах. И, мол, действительно они заинтересованы в развитии именно такого сценария. Это же не сегодняшнего дня тема. Она, по-моему, идет уже с половины 2022 года, когда был подъем, будем говорить, немножко больше времени, и потом был такой вот зафиксированный процесс раздумий. А насколько долго это все затянется, это очень активно обсуждалось, в том числе и в международных СМИ. Более того, чем дольше эта вся история с войной продвигается, тем, будем говорить так, выходит на первую полосу вопрос, а что делать дальше? Каким образом это остановить? Как этот вопрос как бы нивелировать? И, честно говоря, многие на Западе устали от этого, и они даже не скрывают. Особенно правительство тех стран, которые пытались активно помогать поначалу Украине. Явный процесс, очень заметный, то, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Во-первых, они как бы живут своей избирательной историей, соответственно, и мне до Украины. Многие из них считают, что здесь локальная война. Я не говорю об администрации Байдена, там немножечко все-таки пытаются держать хвост пистолетом, но в любом случае мы прекрасно понимаем, что внутренние процессы они затягивают, и украинский вопрос остается для американцев не особо важным, не особо актуальным. Ну, по крайней мере, выглядит это так. Понятное дело, что время от времени на Западе возникают вот такие резонансные статьи, резонансная аналитика, но я хочу сказать, что в какой-то степени рацию есть в этом. Я не говорю о том плане, на который поставил ударение политику, а о том, что фактически нужно что-то делать, чтобы прекратить эту войну. Дело в том, что украинская власть очень активно пролонгировала последнее контрнаступление, которое оказалось не настолько эффективным, как об этом говорили, как это презентовали. Кстати, честно говоря, зачем так пиарила украинская власть эту историю, если можно было тихо, спокойно, как бы волей это все реализовывать. Но в любом случае мы хотели, наверное, преподнести какой-то результат, для того чтобы иметь козырей, я уже об этом говорил, в переговорном процессе. То есть есть успехи, есть деньги и восприятие ситуации. Все затянулось, все не настолько эффективно выглядит в глазах западных партнеров. Я говорю про арену боевых действий. И, конечно же, они сейчас начинают думать над вопросом, насколько времени это затянется и что это будет им стоить. К сожалению, мы полностью зависим от западных партнеров. Наших экономических возможностей не хватает. И в последнее время хоть там и власть говорит, что она перевела какую-то часть экономики на военные рельсы. Это, мне кажется, было сделано очень поздно. Нужно было этим вопросом кардинально заниматься в начале войны. Вот эта история с появлением таких статей – это попытка формировать общественное мнение. В первую очередь на Западе. В наших, будем говорить так, реалиях, в нашем информпространстве у нас доминирует другая мысль, но, по крайней мере, она навязывается провластными СМИ относительно плана Зеленского, выхода на 1991 год. И поэтому мы живем как бы своей реальностью. Но на Западе время от времени вспыхивают вот такие негативные оценки, негативные прогнозы. Я хочу сказать, что, если вы помните, очень активно педалировали на Западе тему выборов в Украине. И, кстати, политика и другие западные СМИ активно писали о том, что западные власти, я говорю про руководство разных основных наших, как бы так называемых, партнеров западных стран, они хотели повлиять на процесс выборов для того, чтобы, возможно, избрать человека, который был более сговорчивый, который там быстрее поставит точку. Им это не удалось сделать, потому что Владимир Александрович Зеленский сказал таким образом, что, как бы, ситуация не меняется, мы не можем проводить выборы, у нас война. То есть, в любом случае, как бы, это было воспринято очень холодно на Западе, но они, как бы, спокойно переживали всю эту историю, и теперь они, как бы, ее не педалируют. Но это было в контексте того, о чем сейчас пишет политика. То есть, изначально они говорили, что нужно вести переговорный процесс и заканчивать активную фазу боевых действий. Но мы же прекрасно понимаем, что для Украины в данной ситуации, как говорит украинская власть, это абсолютно невыгодно, потому что дипломатическим путем нам будет очень сложно вернуть после замораживания конфликта наши территории. Кроме того, есть серьезный вопрос к дипломатическим процессам, которые здесь проходят и которые представляют определенные люди, достаточно радикально контролируя и изрекая разнообразные фразы, которые не понимают на Западе. Ну, наверное, потому что мы живем в одних реалиях, а они, воспринимая украинскую войну как локальную, как бы не видят основных проблем, которые существуют сейчас на горизонте в Украине. Либо видят, но просто не хотят их развивать и обсуждать. Поэтому я думаю, что перманентное давление на то, чтобы украинская власть шла на переговоры, оно будет и сейчас, и будет продолжаться в дальнейшем. Единственное, что относительно территорий, конечно же, это для нас красная линия, и я хочу сказать, что украинская власть неоднократно говорила, что это не может быть поводом для решения вопроса оставить аннексированную территорию. Тогда у меня возникает вопрос, каким образом это можно будет сделать по мнению украинской власти. Если только военным, то цена решения этого вопроса будет колоссальной. Поэтому последнее слово все равно за украинской властью, а что касается западных партнеров и их прессы, и их средств массовой информации, то очевидно, что давление будет продолжаться и набирать определенные грубые формы. Недавно глава разведки Буданов дал интервью в The Wall Street Journal и главные тезисы в том, что Российской Федерации не хватает сил для захвата всех территорий Донецкой и Луганской области в этом году. Москва недавно активировала план, объединяющий дезинформацию и попытки убедить публичных украинцев, чтобы посеять раздор. Пик этих российских усилий придется на весну, параллельно войска России будут пытаться активно наступать. И вот главный тезис, который я для себя отметил. Если Украина выстоит и удержит оборону в 2024 году, то в 2025 году снова сможет перейти к контрнаступлению. Во-первых, меня очень насторожило вот это высказывание Буданова, если Украина выстоит. Второе, можно констатировать по его цифрам, что в 2024 году война продолжится. Ну и третье, как мне кажется, что все-таки по его завлению можно сделать вывод, что к следующему контрнаступлению наши западные партнеры готовы будут пойти на то, чтобы предоставить все необходимое. Ну это как-то не коллинируется с заявлением того же Арахами, который сказал, что если не будет помощи, будет увеличиваться количество призывников, а если помощь будет, то, соответственно, будет уменьшаться. Я думаю, что Арахами, который об этом говорил, возможно, покажет собственным примером, как нужно вести себя в этой ситуации, или он считает, что она сидится в своем кресле в парламенте. Ну это, кстати, интересная тема, интересная история. Я думаю, что можно ее развивать бесконечно. У нас же сословное общество, я об этом уже тысячу раз говорил, поэтому богатые и приспособленные к власти не воюют, а обычные люди, как бы, получается, несут ответственность и время всей проблемы на себе. Ну что касается Буданова, ну честно говоря, после его заявления относительно там годичной давности, да, наверное, ну где-то так, когда он говорил, что мы там будем пить где-то кофе и все остальное, и это не было реализовано, потом он это активно признал, поэтому я, честно говоря, не излучаю оптимизм и не воспринимаю вот эти заявления как реальные или какие-то рациональные. Да, хотелось бы, я понимаю, зачем он это делает. Он хочет, как бы, поднять боевой дух, как бы, говорить о какой-то позитивной перспективе, но, учитывая вот столько проблем и столько сказанного, и столько не сделанного по объективным обстоятельствам, в общем-то, особого доверия я лично к этим словам не питаю. Мне кажется, как человек, который не беззакличен к ситуации, кажется, что Украина должна проводить, наверное, какую-то для начала оборонительную историю, то есть оборонительную фазу войны, то есть укрепиться и отстаивать то, что есть, а затем уже планировать, действительно, когда происходят определенные процессы, и мобилизационные, и экономические, планировать разнообразные операции, наступления, какие-то движения, потому что вот уже буквально после неудачного или неэффективного контрнаступления, ну, как говорят западные партнеры, еще раз говорю, мы же живем как бы в другой действительности, они там у себя смотрят на эти все события, возможно, они покладали на это огромное количество надежд. Так вот, они же первыми, если вы помните, начали говорить после вот этого негатива о том, что на лето готовится снова какое-то контрнаступление. Кто их тянет за язык, я не знаю, но Буданова, еще раз подчеркивают, что, возможно, такое планирование есть, и опять начали говорить об этом процессе. Не знаю, насколько это разумно, но в любом случае, мне кажется, что Буданова не хочет просто выпадать из информационной канвы, если он это делает, значит, он преследует какую-то цель. Какую цель он преследует, политическую или просто быть на плаву, на слуху у людей, ну, я думаю, что ответ на этот вопрос существует, он явен, его не нужно объяснять, но в любом случае, мне кажется, что иногда желаемые выдают за действительное, хотя, честно говоря, очень хотелось бы, чтобы что-то из этого сказанного Будановым было действительно реализовано. Если он это сможет сделать вместе с Сырским, то почему бы и нет? Если бы он был вместо Сырского главкомом и делал такие заявления, но очевидно, что он имеет стратегические планы, он как бы пытается влиять на эти все процессы и как бы даже влиять на принятие решения главнокомандующим Верховным в плане каких-то стратегических и тактических действий. Пока это только интервью и пока это только намерение. Но я кажусь украинской умовы, дай Бог нашему толятку того указинства. Вспомнили вы об Арахаме, и я зрителям кратко напомню, Арахаме говорит, что если помощи от США не будет или она будет меньше обещанной, то мобилизовать нужно будет больше украинцев. То есть Арахаме признал, что в отсутствии помощи США фронт надо будет держать мобилизованными. Тут возникает конечно вопрос, а с чем эти мобилизованные будут сражаться, поскольку мы понимаем, что как бы мы им там ненавидели и не говорили на русских, у них все равно есть оружие. И с каждым в нем все равно и северной Кореи, и с Ирана его становится больше. Тут, я так понимаю, слуги народа другого выхода совсем не видят, только как один знакомый сказал, так это как геноцид выходит. Ну, давайте пока не будем использовать такие слова резкие. Черт возьми, вы понимаете, в каких обстоятельствах мы живем. И не хочу еще говорить о Дмитрии Корнищуке, но в любом случае власть держит на контроле многих людей. Но все же, вот смотрите, Константин Бондаренко, известнейший украинский политолог, откомментировал слова Давида Арахамии. Есть над чем задуматься. Цитирую. Это он Арахамии говорит. Он вообще понимает, что это откровенный шантаж с апелляцией к человеческим жизням. Конец цитата. Шантаж Запада Давидом Арахамии именно человеческими жизнями. То есть, если вы хотите сохранить, то давайте, пожалуйста, нам военную помощь. Ну, если ставки настолько высокие, человек позволяет видеть вот такие заявления, при этом не показывая собственным примером, что он одним из первых будет участвовать в военных действиях, ну, вы же понимаете, да, эта история тривиальна, то о чем мы тогда говорим? То есть, какая ценность жизни украинца в глазах вот таких Давидов Арахамии? Так что, это само за себя отвечает на ваш поставленный вопрос. Почему он изрекает такие вещи? Ну, возможно, мысль значительно быстрее бежит, чем анализ самого результата этой мысли, вот поэтому такое и происходит. Наверное, перед тем, как что-то говорить, нужно качественно, внимательно изучить вопрос и просто подумать, какие последствия могут быть этих заявлений. Но мы же прекрасно понимаем, если кто-то говорит что-то, то он попадает в журнала, а если кто-то приближен на класть и что-то говорит какую-то крамову, то ему все спускается на тормоза, либо вообще игнорится и не воспринимается правоохранительными органами. Но люди все видят, делают выводы и, соответственно, принимают для себя решение, как действовать в разных ситуациях. И формируют свое собственное видение того, что происходит в Украине. Владимир Зеленский в интервью Fox News, как сообщается, я цитирую то, что написано, отказался обсуждать какой-либо план Б для своих войск. Нет плана Б, говорится так в заглавии статьи, и об этом сообщается на сайте телеканала. Цитаты президента пока нет, доступен только лишь анонс интервью, но в целом довольно тревожно, мне кажется, звучит. И в целом надеется только на союзников, это довольно опасный сценарий. Смотрите, Зеленский в этом интервью я тоже читал, он не сказал, что нет плана Б, он просто отказался обсуждать альтернативный вариант. Это сделали вывод журналисты, которые были причастны к этому интервью, возможно, автору либо самой издании, ну, в смысле, телевидение. Но, с другой стороны, честно говоря, может быть, в этом есть какой-то смысл. Я не хочу оправдывать Владимира Александровича Зеленского, но так, это уже очень примитивно, если нет плана Б или какой-то альтернативы. То есть, может быть, если он не хотел посвящать, значит, либо идет какой-то процесс обсуждения этих всех вариантов, либо действительно это не стоит оглашать, потому что это может как бы навредить национальной безопасности, насколько это возможно Украине и ее вооруженным силам. Но политический план Б давно понятен, и я думаю, что на этом настаивают наши западные партнеры. Это то, о чем говорит политику. Кстати, между прочим, вот этот план Б, в общем-то, который предложил политику, на самом деле оно говорит, что так может быть или так хотят западные партнеры, но на самом деле вы же знаете, что очень много заказных статей, где просто забрасываются в СМИ, а соответственно в международное общество. Эта тема, она там постоянно пережевывается, каким-то образом начинает работать в окно овертун, то есть, если начально оно не воспринимается, то потом оно становится привычным, и в конце концов люди спокойно на это реагируют. То есть, вполне вероятно, что это элемент навязывания определенного плана Б в ихнем варианте, то есть, в ихнем видении развития ситуации в Украине. Конечно, Зеленскому это совершенно не нужно, и он, очевидно, от этого отказывается, но все же его ответ, мне кажется, не настолько прямо линейен, как это хотят подать телевизионщики этого канала. Поэтому, в любом случае, мне думается, что Владимир Александрович сам понимает, что в ближайшее время от него не будут только требовать зарубежные журналисты, но и украинское общество, хотя бы в каких-то чертах описание плана Б на случай абсолютного негатива. Так что перед ним стоит огромная задача, справится ли он с ней, но это уже покажет время. Мы об этом как раз через пару тем об этом, конечно, поговорим, но в то же время, как расценивать статью Bloomberg, война в Украине разворачивается в пользу Путина после нескольких месяцев тупика. Как отмечает агентство Российской Федерации, вернуло себе инициативу на фронте и поставило Владимира Зеленского в невыгодное положение. Пока Запад приостанавливает дальнейшую помощь Украине, а в ВСУ заканчиваются боеприпасы, Россия продвигается вперед на востоке Украины. Так же, как пишет издание, после захвата Авдеевки, настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились. Мы ведь не можем по факту обвинить западные средства массовой информации в распространении какой-то дезинформации? Мы не можем, но если мы будем распространять такую мысль в средине украинского информпространства, то власть посчитает, что мы за это должны нести ответственность, потому что мы дискредитируем ситуацию априори вооруженной силы. Я это прекрасно понимаю, особенно в нынешних условиях, особенно на основе тех резонансных дел, одно из них по поводу Дмитрия Корничука. Я еще раз говорю, нам не нужно молчать по поводу Дмитрия, мы должны об этом говорить. В конце концов, это отдельный Дело в том, что, так или иначе, понимая, что нужно как-то оправдать свои действия в плане непомощи в Украине Соединенными Штатами Америки, нужно развивать определенные версии или определенный фактаж, подавать в выгодной для себя сфере. То есть, таким вот образом либо люди пытаются оправдаться и дать понять, что мы деньги не даем по причине того, что не все так хорошо, как вы планировали, как нас убеждали, более того, значит, россияне атакуют, они как бы ведут сплоченное наступление. Сейчас это тоже читаю вот в западных СМИ. Более того, там активно детализируют эту всю историю, то есть, чтобы быть более аргументированным и убедительным. Поэтому это не пустой звук украинцам, я имею в виду украинской власти военному кабинету, нужно, по крайней мере, делать выводы, понимать, чем они столкнулись и, конечно же, предпринимать какие-то шаги. Что означает? Вот, например, для меня непонятно. Если такая страшная ситуация на фронте, и мы потеряли Авдеевку, я надеюсь, там временно, но в любом случае это произошло, тем более этой всей операцией руководил новый главком ВСУ Сырский, и мы потерпели как бы неудачу в данной ситуации, ну, как сказать неудачу, мы отошли, но потеряли, да, населенный пункт, то тогда возникает вопрос, так, а может, не стоило было менять заложного, если такая экстренная ситуация, или, наверное, Владимир Александрович надеялся, что Сырский иначе себя будет вести, и если в это глубоко войти и глубоко разбираться, то остается куча вопросов без вообще ответов. Порой, мне кажется, что некоторые вещи, которые происходят абсолютно неуместны, необоснованы и имеют какой-то странный политический душок. В данной ситуации по поводу наших западных партнеров и их, значит, планов и развитий, как они считают, сценариев, которые могут коснуться Украины, это еще один очередной как бы месседж, чтобы Украина не то, что не расслаблялась, а просто делала выводы и принимала какие-то ответные шаги. Ну, я думаю, что власть рассчитывает на закон о мобилизации, они думают, что этот вариант решит, и Давид Рахамин сделал как бы определенный реверанс словесный как бы подтвердил эту всю историю. Я не знаю, насколько это правильно на самом деле. Если нет оружия и нет живой силы, то ставить ударение только на живой силе, ну, это достаточно сомнительно. Я не военный эксперт, но нужно воевать не только числом, но и умением. Я отдаю должное тем людям, которые сейчас защищают Украину, военнослужащим, солдатам, вооруженных сил Украин. Они, конечно, действительно делают невозможно, но в любом случае нужно вести активные деловые переговоры с западными партнерами, находить аргументы, пытаться убеждать, и нужно каким-то образом влиять на принятие решений относительно военной помощи. Но, к сожалению, так сложилось, что наша украинская экономика, она в абсолютно неполной мере закрывает все наши военные вопросы. Мы зависим от наших западных так называемых партнеров, поэтому хотим мы не хотим, но, в общем-то, эту политику мы должны продолжать, потому что у нас нет выхода. И это очень прискорбно, но не нужно опускать руки и как бы муссировать те странные заявления, как мы видим, и те странные какие-то планы, которые изрыгают там западные СМИ по поводу бесперспективы, а все-таки не теряя отчаяния, в конце концов, решать вопросы с теми людьми, кто готов нам помочь. Смотрите, какая интересная ситуация, да? Бундестаг сегодня принял решение о том, что они поддерживают помощь Украине, там речь идет о тяжелом вооружении, не знаю, входит туда Таурус или нет, а второе слово за Шольца. Ну, а Шольц, это же отдельный разговор, да, Шольц, вполне вероятно, он всегда выступал против этого, возможно, там, поставит свое, или бы скажет, свое нет по поводу позитивного решения Бундестага, и дело на этом закончится. Значит, мы должны подключать все свои силы, дипломатические, в том числе, чтобы вести переговоры с кабинетом Шольца и, в конце концов, предпринять все усилия, чтобы Шольц изменил свое мнение. Это зависит от искусства дипломатии, от тех элементов убеждения. Я думаю, что Владимир Александрович на сегодняшний день это первая задача, которую он должен срочно решать. Потом вторая история, которая меня тоже удивила. Подписали, я так понимаю, какие-то гарантии безопасности с Италии. И тут один из министров итальянского правительства говорит, что это все символичная история, как бы здесь нет никакой юридической основы для того, чтобы это было действительно там солидно принятым решением. И меня это разочаровывает. Значит, если мы подписывали, ну, наверное, мы же знали, что такое может быть, зачем мы пошли на этот шаг, мы должны были поставить условия, чтобы в конце концов это все воспринималось серьезно, имело юридическую основу. Ну, в общем-то, это отдельный разговор, отдельная тема, но все же, мне кажется, до логичного конца нужно наводить любое дело. Иначе будут такие казусы. Вроде как подписали гарантии безопасности, а оказалось, что итальянцы считают, что это вообще не имеет никакой юридической силы и более того является символическим. Вот такая страшная история. Да, я просто кратко напомню, было так сказано, что соглашения о гарантиях безопасности Италии с Украиной не будут иметь юридической силы и являются политическими и символическими. Да, очень, к сожалению, конечно же, слышать такие слова, поскольку у многих украинцев были все-таки надежды, когда Владимир Зеленский и с Францией, и с Германией мы точно такие же гарантии подписывали, а потом вот так все одним заявлением перечеркнуть, это, конечно, неправильно. Но, кстати, по поводу Таурусова, это же тоже такая же история. Если вернуться к начальной статье, с которой мы начинали, там же как раз и сказано о том, что отдельные группы на Западе надеются вернуться к обычному бизнесу с Россией вскоре после гипотетического замораживания войны. Мне кажется, что в том числе и Шольц он так надеется, что Германия мечтает просто вернуться к нормальному бизнесу с Россией, и поэтому это все под вопросом, тем более они еще будут выжидать пока в Америке все вопросы решатся, и тем более там же с этим вопросом как раз, видимо, Шольц летал туда в Соединенные Штаты Америки. Но, Эдуард, извините, но на самом деле это правда. Есть источники, которые говорят, что в том числе и обсуждалась история с Таурусами, то есть насколько Соединенные Штаты как бы пролонгировали вот эту идею согласия и позитивное восприятие с Шольцем. Но это оказалось абсолютно неубедительным. Хотя, с другой стороны, я говорю о Шольцем очень своеобразен, он сейчас переживает нелегкие времена в электоральном подъеме. Я имею в виду о том, но все же, видите ли, дело в том, что Европа и так торгует с Российской Федерацией, только через третьи страны. Но даже вот закупает энергоресурсы там у Индии. Это приходит большим плюсом для Российской Федерации в виде пополнения кармана на 37 миллиардов вот только энергоресурсы. То есть говорить о том, что работают какие-то санкции, какие-то там, значит, давно Европа уже устала от этого всего. Оно оказалось абсолютно неэффективным, к сожалению. Никто об этом конкретно, ну, я думаю, так вот детально не думает или если что-то и говорят, то, в общем-то, оставляют на последний день, только когда Украина поднимает этот активный вопрос. Это тоже важный момент. Украина постоянно должна тонизировать Запад, если она считает, что не работают санкции. Но в любом случае через третье страны Европейский Союз активно сотрудничает с Россией. И, конечно же, у Шольца в связи с низкими рейтингами, как говорят эксперты в Германии, есть желание возобновить все так, как было, чтобы был рынок прямой с России, чтобы это все подняло его политический вес. Короче, чувак играет в две игры. Он хочет нравиться и Украине, и в том числе хочет нравиться внутреннему, будем говорить, бомонду политическому. Но хочу сказать, что очень парадоксальная история с Германией заключается в том, что наш большинство внутреннего бомонда стоит на позициях помощи Украине. Он выглядит сейчас белой вороной. Не знаю, чем все для него это закончится. Но даже, насколько я помню, Писториус, он же представитель министра вороны, он же представитель одной партии с Шольцем, уже дышит ему у затылок. Поэтому, мне кажется, той решительности, которая отсутствует у Шольца, найдется очень хорошо у Писториуса. Об ответах Владимира Зеленского мы немного вспоминали. И почему я сказал, что, возможно, мы их в ближайшее время получим, поскольку после встречи с «Ослугами народа» офис президента анонсировал форум «Украина год-2024» на 25 февраля. Сообщается, что запланирована в частности пресс-конференция Владимира Зеленского, также выступление военно-политического руководства и раскрыты темы пресс-конференции «Достижение украинских целей в войне, развитие сил обороны и безопасности, работа украинского оборонного промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизни наших людей». Кто-то скажет, ничего нового, для кого-то, возможно, это будут темы и новые, интересные, но в целом складывается впечатление, что после предыдущей в декабре пресс-конференции Владимир Зеленский, ну, скажем так, пытается еще сказать недосказанное, поскольку ранее упрекали его в том, что у политического руководства Украины отсутствует реалистический план победы, и вот, видимо, в этот раз он попытается все разложить по полочкам. Вам, как видится, это пресс-конференция? Честно говоря, для меня это так. Видите ли, я не вижу в этом особого сенсу, я понимаю, что он должен показывать, что он действует, там, создает какие-то инфоповоды и все остальное. Мне кажется, что порой это даже излишне. Ну, не знаю, это мое собственное видение, я так понимаю, что он пытается постоянно быть на слуху у западных партнеров и привлекать внимание к вопросам Украины, поэтому вполне вероятно, что это вещи нужно. Я бы концентрировал свое внимание совершенно на другом. Я бы им делал кадровые перестановки в правительстве, я бы на определенные должности и места расставлял тех людей, которые себя проявили очень эффективно, которые быстро и разумно анализируют ситуацию, принимают решения в военно-промышленном комплексе, которые как бы способны моментально перенастроить рояль на, по крайней мере, военную атмосферу, на военные рельсы. Я, конечно же, как журналист, я многого не знаю, я только знаю поверхность, но в любом случае постоянное сотрясение бизнеса, высокое количество и уровень налогообложения, который только постоянно увеличивается. Далее, зажатие гаек, то, что я вижу в информационном пространстве, то есть, однобоко информационное поле, это не способствует тому, это, во-первых, подрывает доверие к самой власти, обычного украинца. Поэтому, если раньше мы смотрели в сторону власти, которая там проводит какие-то симпозиумы и ратует за какие-то перспективы более активно, то сейчас наблюдается абсолютный, мне кажется, пессимизм. Я буду, значит, воспринимать это все нормально, если я буду неправ, если меня кто-то обвинит в том, что я немножко преувеличиваю негатив, но еще раз говорю, это мое личное мнение. Мне кажется, работать нужно иначе, потому что те пять менеджеров, о которых говорил на прежней пресс-конференции Владимир Александрович, ну, пока что, в конце концов, особых плюсов не приносит. Я думаю, что он иначе на это смотрит, но все же, кажется мне, вот даже история с Польшей, ну, это вообще поразительная история, да, мне кажется, что с той страной, президент, который недавно заявлял, что у нас нет границ, и мы едины, да, а теперь такие факапы, я думаю, что первым, кто должен заниматься этим вопросом, это премьер-министр, профильный министр Сольский и все остальные ребята, которые активно заточены на решение этих дел, пока выхлопа никакого, даже вот Зеленский попросил о встрече с Дудой, так ее же организуют 28-го, да, по-моему, через большой пролет времени, хотя задачу нужно решать сейчас. Ну, вот смотрите, тоже интересный момент, ну, поляки сейчас разблокировали, да, для военных грузов и гуманитарных, значит, переходы, а аграрная история, она как бы продолжает набирать лишь только обороты, многие люди, которые даже не понимают, почему это происходит, для них это темный лес, никто это толком не может объяснить, в конце концов, почему это происходит и кто в этом виноват, поэтому возникает огромное количество разнообразных версий, домыслов и всякой чуши, которая распространяется по СМИ, люди в это верят, кто-то обвиняет украинскую власть, украинских зернотрейдеров, кто-то говорит, что это поляки, которые ненавидят украинцев, но разве в этом сложно разобраться? Даже если есть такие проявления, да, но нужно как бы на высоком уровне поставить жирную точку, то есть нужно найти вот те проблемы, которые активно сейчас способствуют развитию вот этих вот мятежей, вот этих постоянных блокировок и всего остального, и просто этот вопрос нивелировать. Я думаю, что праве это сделать или инициировать профильный министр Сольский и, соответственно, премьер-министр Шмыгаля. Где они? Почему они не ведут себя таким образом, чтобы мы понимали, что, по-текансу, они очень сильно беспокоены этой проблемой? Вот это и удивляет меня, тем более в военное время, когда экономика Украины не имеет того плюса, на который мы могли рассчитывать раньше, а сырьевая история, она всегда была дополнительным весом для украинского бюджета. То есть у меня, как всегда, огромное количество вопросов, на которые получить ответ я не могу. Почему Зеленский молчит, почему это не комментирует, а говорит какие-то общие фразы, ну, это уже как бы оставим на его совесть. Ну, Виталий, с другой стороны, мне кажется, все равно довольно сильный такой посыл, так называемая встреча на границе. Владимир Зеленский записывает видео, обратился к полякам из-за блокады, предлагает эту встречу. Кстати, по поводу премьер-министра, мы же помним, он уже давал я имею в виду Зеленский, поручение Шмыгалю провести срочные переговоры с правительством Польши, ну, по ходу, как говорят, как мы видим, к особым успехам они так и не пришли. Ну, так я же об этом. Одно дело декларировать что-то, а другое решать задачи. Это как, знаете, выйти и сказать, что я могу гирю бросить 32 килограмма на 50 метров. А у тебя нет ни гири, никто даже не имеет линейки, чтобы померить эти 50 метров. Да и никто даже не придет посмотреть на твой заявленный результат. То есть я о чем говорю? Нам нужны решения. Решение вопроса. Ведь искусство любого чиновника, который руководит определенным сектором, это решать вопросы, а не разговаривать о том, что мы давайте встретимся на границе, давайте обнимемся хлебом с солью. Это все мне напоминает какой-то киносценарий. Там же ответили в Польше, какая граница. По мерам безопасности давайте встретимся в Жешеве там или еще где-то. Ну, то есть уже там нашли решение на вопрос. То есть давайте по-деловому к этому подходить. Более того, вот эти версии, которые поляки распространяют о том, что украинские зернотрейдеры там в сговоре с ребятами из Польши значит за копейки выкупили по 100 долларов у своих, выкупают по тонну зерна. Ну, это так поляки говорят. Я не знаю, отвечает это правде или нет, но оно же муссируется, значит кто-то зажигает зерна, кому-то оно нужно. Затем продают по 220 полякам тоже через какие-то подставные процессы. А затем уже, значит, обнаружилось, что это сильный демпинг, потому что цена на зерно там 300-320 долларов. И местные фермеры не могут по заявленной цене продать, ну, потому что наводнили 2 миллиона якобы. Ну, еще раз говорю, это поляки говорят. Если бы мне кто-то объяснил с украинской стороны, как на самом деле это происходит, там министр профильный, министр экономики, его заместители, то есть они детализировали эту всю историю, чтобы мы понимали, кто прав, кто не виноват. А пока вот эта мулька она ходит по всем соцсетям, как бы люди это смотрят и думают, что может и правда Украина не права, тем более приезжали там радикальные политики и давай на этом пиариться. То есть там уже дошло до того, что какие-то придурки пишут Путин, там, реши вопрос с Украиной, там, мы их ненавидим. Вы же видели этот трактор, где была эта надпись. Поляки уже сказали, что правоохранительные органы и выяснили, и разобрались, но это же переходит все границы. То есть потом мы начинаем говорить о высокой политике, какой-то неприязни. Думаю, если оперативно тушить пожар, то он просто не будет разгораться далее. А если нечем тушить или нет каких-то условий для того, чтобы это сделать, он будет тлеть и время от времени под, я не знаю, там, усилием ветра возгораться и также киснуть. То есть это бесконечная история. Нужна она нам, тем более военное время? Думаю, нет. Мы, конечно, будем наблюдать и все анализировать и в то же время все равно складывается такое впечатление, что у самого президента Зеленского есть потребность в определенных изменениях, как мы видели и в высшем военном руководстве, когда был сменен главнокомандующий. Так, видимо, и в ближайшее время вполне возможно будут изменения в уреде в нашем... В правительстве Украины. Да, да, да. Спасибо. Сейчас же говорят о кадровых каких-то возможных ротациях. Даже запустили такую версию, что, мол, там Ермак зайдет на премьер-министра, хотя власть смеется над этой версией. Некоторые депутаты уже там как бы улыбаясь это комментировали и говорили, что это туфта. Может, это туфта на самом деле. Но, я так понимаю, запрос на изменения есть. То есть, если люди муссируют, значит, они понимают, что кто-то слабое звено, нужно менять. Я знаю, что куча там претензий к Ермаку, там и, понятное дело, к его окружению. Но в любом случае, я думаю, человек, который плохо или как-то некачественно отвечает за работу в своем сегменте, должен нести какую-то ответственность. Если он действительно не в состоянии реагировать быстро на какие-то вопросы, решать их моментально или какие-то даже разрабатывать стратегии решения, которые приводят к позитивному результату, значит, он не на своем месте. Я ни на кого не намекаю. Я просто о том, что в такое время нужны люди четкие, исполнительные и эффективные. А лояльные, нелояльные, ну, это отдельная история. Это можно и мирное время поиграться этими понятиями. В то же время, если говорить о самом Владимире Зеленске, Владимире Зеленскому, Юрий Комельчук, народный депутат, он сказал о том, что президент будет легитимным, пока не наступит победа. Нардеп отметил, что вопрос легитимности обсуждали на вчерашней встрече фракции «Ослуга народа» с Владимиром Зеленским. Но при этом есть другое мнение. Легитимность Зеленского после 21 мая под вопросом, поскольку Конституция не запрещает проведение выборов во время военного положения, рассказал в интервью Игорю Масичуку, кстати, к которому Центр дезинформации теперь имеет овленные вопросы, рассказал ему в интервью доктор юридических наук Валерий Карпунцов, или Карпунцов, уж простите за ударение. Я так понимаю, что Комельчук, он, видимо, ответил всем тем, у кого были вопросы по поводу, что же будет с легитимностью у Зеленского после 21 числа. Слушайте, я честно вам скажу, на самом деле, Комельчук может выдавать собственное мнение за правдивое, как он считает, может быть, они там о чем-то договорились, но есть Конституция. Есть люди, которые очень активно разбираются в этих всех процессах, они на это положили всю свою жизнь, они как бы занимаются только изучением Ежи-Консона, суд, в конце концов. Я понимаю, что там можно им тоже управлять как за консенсором, но в любом случае мнение обычно рядового депутата, оно как бы не производит впечатление. Я понимаю, что он из группы, которая называется властью, или из партии власти, поэтому понятное дело, что реакция его будет именно такая. Поэтому давайте оставим все-таки право специалистам определять, насколько легитимный или нелегитимный после 20 мая будет президент. Ну, потому что, честно говоря, это ни о чем. Я говорю о заявлении Комельчика. Да, они как представители партии власти своего лидера будут считать всегда легитимным, и это абсолютно разумно и правильно. Они, скажу вам откровенно, понимают, что может быть серьезная конституционная проблема, поэтому сейчас и встречаются, обсуждают, наверное, вырабатывают какой-то план действий для того, чтобы действительно многих не было сомнений. Насколько он будет тоже был план конституционным, это другой же вопрос. Виталий, я на последнее хочу спросить вас об очень интересной инициативе, и хотелось бы понимать, это к безопасности или что на этот раз надумали народные депутаты. Народные депутаты от Слуги народа внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и личной информации, в частности, отцифрованного образа лица. Несмотря на то, что во время войны запрещено устанавливать даже видеорегистраторы на автомобиль, народные избранники собираются вести тотальные видеонаблюдения за гражданами, соответствующий законопроект 11.031 уже зарегистрировали народные депутаты. Это Медяник, Павлюк, Кузьминых, Бакумов. Ну, такой тревожный, мне кажется, довольно звоночек, какое-то видеонаблюдение или тотальный контроль с этой серии все напоминает. Ну, честно говоря, меня тоже вызвало удивление. Я знаю, что в некоторых сетях, в супермаркетах есть такая история, где ставят вот эти вот камеры, которые там считывают информацию или как там оцифровывают лицо, да, и как бы выкупают что за человек. То есть, сейчас он в этом магазине это в целях безопасности сделано, и то это вызывает определенные сомнения, потому что у нас есть закон, который как бы не разрешает это делать, это запрещение как бы распространение конфиденциальной информации и все такое. Но в любом случае это все так за глаза происходит. Но в данной ситуации у меня возникает вопрос, а что мы строим? Вот что, Северную Корею или какую-то, я не знаю, там, или мы скоро будем социальные баллы ставить, позитивный человек или нет. Будет носиться книжечка электронная, где будут ему ставить там плюсы и как бы давать возможность как-то себя сходить в театр, да, там будет разрешение, или там, значит, заехать в центр, какой-то регион, где жут богатые люди. То есть, ну, это все очень примитивно, смешно. Я думаю, что в Верховной Рад достаточно много других задач, которые они должны решать в законодательном плане. Ну, а такие вот горячие головы предпринимают, чтобы как-то политически заявить о себе и вот такие законы. Ну, не знаю, эта реакция общества мне предсказуема. Я понимаю, что будет, поэтому это может иметь серьезные негативные последствия. Друзья, Дикий Лайф, не забудьте подпишитесь, посетите канал и отслеживайте также работу Виталия. И не забудьте поддержать это видео вашим лайком, подпиской на канал. Друзья, берегите себя, ваших родных и близких, это самая главная ценность в нашем мире. Вам доброго здоровья, ну и Виталий, вам благодарен также за разговор и до новых встреч на нашем канале Политека. Спасибо за приглашение, не теряйте оптимизм и подписывайтесь на мой канал Дикий Лайф, там тоже много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok